Всем привет и с наступающим Новым Годом! Мы сегодня рисуем дракона гель-лаками. Страшный и злой дракон не для меня. А вот таких мультяшных я рисую с удовольствием. Сегодня я вам покажу схему очень простую, по которой вы можете потом и дракона нарисовать, и лошадь, и корову. Фото этих драконов будет в нашей группе Telegram. Ссылка на группу в закрепленных комментариях под видео. Девочки наши уже начали рисовать, присоединяйтесь и вы к нам. И теперь очень простая схемка. Рисуем круг. Через круг проводим центральную линию. Делим наш круг на три ровных части. Проведем линии. Дальше рисуем направление носа. Верхняя часть носа. Закругляем. На этой линии будет бровь. Ведем ее к носу. Вторая бровь идет от центра. Внутри рисуем глазик. Здесь будет скула. Ведем по линии. От этой линии мы ведем нижнюю часть. Бровь у нас выступающая. А дальше мы закрываем глазик. Немного вытянем голову. Дальше у нас есть рога. И шипы будут расти уже по этой линии центральной. Потом дорисуем ноздри. Глазки. От головы идет такое перепончатое ухо, наверное. И от этой центральной линии рисуем тело дракона. И добавляем колючие шипы, которые на спине. С этой стороны будет видно также несколько колючек. И рисуночек на животе. Если влезают, мы рисуем лапки. Добавляем крылышко. Вторую лапку, если видно. И вот такая простейшая схема. Черный гель-лак разбавили стопом. Рисуем круг. У нас есть середина и центральная линия. Делим эту линию на три части. Рисуем направление носа. Сам нос. Чуть выше этой линии нависающая бровь. Эту часть носа ведем к этой линии. От этой линии у нас нижняя челюсть. Ведем по кругу. Вторая бровь. Внутри глазик. Эта бровь выступает немножко. Закрываем этот глаз. И здесь у нас скулы. Немного вытягиваем голову. Можно убрать уже ненужные линии. От серединки подрисуем тело. И на уровне глаза будет вот это ухо. Или капюшон, как у змеи. Уберу толщину. И этот капюшон на косточке. Само тело у нас осталось между типсами. Рисуем шипы. И здесь тоже будет видно пару колючек. По этой линии мы рисуем колючки на голове. Этого дракона мы оставим без лапок, потому что не влезут. Уберем лишние, темные. Дорисуем глазик и просушим. Но еще можно сразу ноздри показать. Это было самое сложное. Теперь, как говорится, дело техники. Разукрашиваем дракона теми цветами, которые мы хотим. Может быть и синий, и розовый, и красный, и оранжевый. Но разукрашиваем сначала средним цветом, не темным, но и не светлым. Начинаем с головы. Обходим глази. Эскиз у нас просвечивает, поэтому бровь мы не потеряем. Вот эти косточки у нас тоже цвета головы. Просушим. Оранжево-желтым цветом закрасим рога. Похожим цветом закрасим перепонку. Бледным бежевым закрасим кожу на животе. И сразу зеленым мы можем закрасить глазки. Здесь я смешала зеленый, желтый и каплю оранжевого добавила. Теперь просушиваем. А шипы я хочу разукрасить красно-оранжевым. Чтобы глазик не был плоским, вот эту часть глаза мы тоже закрасим белым цветом. После просушки мы можем восстановить линии, которые потерялись. Закрасить фон. Фон мы можем закрасить в самом конце. Нарисуем рисунок, который на животе. Подправим линии бровей. Линию челюсти, если потерялась. Нарисуем черный зрачок. Не полностью он прикрывается бровью. И здесь зрачок тоже не полностью виден. Добавим ноздри. Не совсем черным цветом. Ближе к цвету фона. И вокруг ноздрей сразу можно ввести вот такую линию, чтобы они стали выпуклыми. Свет у нас будет слева сверху. Затемняем обратную часть от цвета. Взяли цвет, подходящий к фону. Разбавили стопом. Нижняя челюсть получается у нас в тени. Сразу растушуем. Тень будет падать от шипов на голову. Смочили кисть в топе и тоже немножко растушуем. Вот в этих складочках у глаз тоже будет хорошая тень. Здесь внутри складочки тоже тень. Небольшая тень под глазками. С одной и со второй стороны. Здесь складочка на скулах. Под рогом будет тень. Вот это у нас века, а вот это бровь. Покажем, что она выступает. И растушуем вот эту складку. Тем же цветом буквально чуть-чуть закруглим голову. И за головой вот эти косточки темные. И еще они круглые. Поэтому по краям мы должны их затемнить. Тело тоже в тени. Поэтому можно сразу закрасить темным полностью. Просушили полутени на голове. И теперь подбираем цвет для полутеней на перепонке и рожках. Это ухо в тени находится за головой. Поэтому внутренняя часть достаточно темная. Взяла кисть поменьше и затемняю обратную сторону от цвета на рогах. И заодно закругляем рожки. Темно-красный цвет подойдет, чтобы затемнить шипы. Затемняем у основания и с обратной стороны. Тем же цветом шипы затемняем около тела. Также у основания и снизу растушуем. Эти шипы у нас за телом. Тело прикрывает от цвета. Здесь нависает это ухо. Оставляет тень. И снизу тень. Чистым топом растушуем. Голова над телом нависает. Поэтому на шее здесь тень нарисуем. Пока это полутени. Дальше мы сделаем их контрастнее. В цвета для полутеней мы добавили каплю черного. И проходимся по тем же местам узенько. Вот здесь за колючками будет хорошая тень. За рогом тень. Вот в этой складочке. Под нежной челюстью. Еще больше затемняем вот эту сторону головы. Затемняем основание вот этих косточек больше. И тонкой кистью нижний край. Теперь все тонко и аккуратно растушевываем. Кистью смоченной в топе. Тени на рожках, перепонке и шипах можем рисовать одним цветом. Темно-красным. С капелькой черного. Рисуем узенькие линии. Потом их растушевываем. Здесь я возьму кисть пошире. Удобнее растушевывать. Также тень под головой усилим. И все просушим. Теперь остались детали, без которых в принципе нельзя. Углубление у носа переносится. Нижняя часть верхней челюсти тоже у нас закруглена. Все это мы растушуем. Тело у нас тоже не плоское. Немножко добавим теней. И растушуем по рисунку. Дальше глазки. Обведем по краю. Затемним в уголке. Растушуем рисунком. Века нависает, поэтому под веком всегда тень. Тоненько. Полупрозрачным цветом проходимся под веком. Белая часть глаза тоже у нас не плоская. Закруглим. Рисунок сделаем и на этом глазке. В уголке затемняем. Немного подсушили. И теперь рисуем неровные клеточки. Полупрозрачным цветом подходящим к голове. У нас остались блики. Мы высветлим те части, куда у нас попадает цвет больше. Белый гель-лак смешали с топом на шипы. Сразу чистым топом разбиваем. Не оставляем линий. Бровки у нас светлые. Вот эта часть носа. Вот эта бровь. Чуть-чуть посветлее. Немного скулы. Можно и ноздри выделить, если попадете. Кончики шипов посветлее. Немного века. Также здесь немного вот эти вот косточки. На перепонку сюда попадает. И возможно где-то на кончике этих шипов. Подсушили. И теперь я хочу сделать фон такой же, как на этих типсах. Синий сверху, белый снизу. Темный вверх. И дальше как градиент растягиваем. Просушиваем. Белым цветом, смешанным с топом. Рисуем что-то типа облачков. Облачную такую небольшую растушевку. Просушили. Рисунок будет смотреться ярче, если мы добавим немного неоновых пятен. На перепонку желтенький. На рожки оранжевый можно добавить. Тоже на шипы. А на голову ярко неоново-зеленого. Чтобы у дракона появился взгляд, мы поставим блик на глазик. Можно два. Я люблю, чтобы рисунок был четким. Поэтому обвожу черный гель краской, тонкой кистью. Основные части. Делать этого совсем не обязательно. Но глазик лучше подчеркнуть. В рисунок осталось добавить немного новогодней, праздничной красоты, блеска. Белой краской без липкости нам осталось подчеркнуть основные детали, выровнять. Глазки подчеркнули. Рожки подчеркнули. Получился добрый дракончик. Конечно, дизайн не быстрый. Рисунок достаточно сложный. Но быстрые дизайны мы будем рисовать на ноготках клиентов. А для тренировки своей руки можно попробовать и такие сложные дизайны. Все дизайны будут в группе Телеграм. И очень хочется посмотреть на ваших дракончиков тоже. Подписывайтесь на канал. Мы еще нарисуем очень много дизайнов. Пишите в комментариях, что бы вы хотели нарисовать. Всем спасибо. Творческих успехов. Здоровья. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok